Расскажите, что вы включаете в песни Сид Спирсна? Ну, здравствуйте, здравствуйте. Первым делом, что я включаю в песни Сид Спирсна? И про свой сетап, вот люди еще, ладно. Сначала сетап, пожалуйста, тогда, потом уже. То есть до начала композиции нужно посмотреть в плейлист. Соответственно, если у нас следующая композиция это Сид Спирсна, любимая, а предыдущая композиция закончилась, какая-то другая. Да, да, происходит некий своеобразный шум, концертный шум, концертный шум. Концертный шум. Что мы делаем? Мы загружаем композицию в Сид Спирс. Загружаешь там. Это время загружать, поэтому на концерте иногда выяснили. Концертный шум. Шум, соответственно, прекращается. Музыкальная группа находится на изготовке. Отсчет происходит. Раз, два, три, четыре. И начинаем стартовый наш любимый. Амен бит. Ну это мощно было, кстати. А можно чуть потише? А теперь чуть потише. А я, кстати, не могу время съемки камеру переключать. Значит, я буду так, если что, заходить. Что у нас загружается в композиции? В композиции загружается метрономная сетка. Метрономная сетка. Метрономная сетка. Видеоинсталляционный ролик. Видеоинсталляционный ролик, кстати. Видеоинсталляционный ролик, который выкидывается на второй, соответственно, экран. и соответственно сама композиция состоит из а я бы немного влезу но в данном случае у нас она состоит что мы давайте пояснение мы раньше забивали вот олскульные песни в импульс трекере пробивали сэмплами звуки то есть там на мир купле там бочки проставлены хардкорные сэмпли были бочки рабочие вот это классический у нас эти много классических используется сэмплов вот это конкретно в этом месте конечно андрей сейчас просто загружать дорожки но изменил добавлен какие-то еще дополнительные перкуссионные элементы может быть из другого бита которые можно кстати как которые делались в импульс трекере импульс трекер над ними кита да и дмитрий до борисович мне конкретно сейчас досталось уже конечный вариант уже собранная композиция которая естественно разделена вот допустим вот что у нас в доступительная часть вот этот проигрыш кстати могу пояснить сейчас сразу его мы забивали прямо на репетиции в полигоне кита такого я все понял и вот это как-то все делал в импульс трекере и как-то вот это все интро пока напатил вот такая история а теперь это у нас просто дорожка короче соответственно дальше заместная это за местная куплетная раньше не скупились мы на пробивание электронных видите даблы а теперь видите ли скупимся по ходу вот дальше у нас еще какие части продолжение следующая часть потом там есть мой любимый битокик джангловый включите пожалуйста вот я знаю вот это вот это пауза а вот этот биток джангловый как называется неизвестно вообще вообще все вот эти вот битки вот такое такое он сделан из какой-то отрезанный небольшой фрагмент музыкального произведения то есть это называется луп а минбит еще их называют но мы его использовали же и старых библиотек естественно это старый библиотек как это делать с пластинок грабился маленький такой кусочек дальше помещался в драм-машину и соответственно в разных композициях это по-разному используется там начиная там вообще очень очень много таких элементов используется как перкуссионные такие основные дофига хип-хопа в таких штуках сделано дофига сделано но это джангловый 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 где-то вставили в какую-то песню то есть если мы берем вот этот бит вот это прям классический амин бит потому что его сделал этот барабанщик по моему зовут прямо туда именно именно амин кстати некоторые говорят что типа там и слепнота но у нас другое тут сэмпл на самом деле хотя он конечно похоже но так он тоже оттуда же взят сейчас там и низ подрезан другой звук кстати тебя есть тоже и слепнотовский партия они у нас их брали по ходу так вы чё давай да пройди дальше по композиции дожимаем дальше что мы мы остановились на паузе начинается нойзовый шум откуда вы его взяли это звук как будто я помнишь там что какой-то прям шум у нас есть у нас есть мы его прям отдельным звуком брали такой вот этот вот нойз вот этот нойз вот именно этот нойз кстати где мы его взяли в библиотеке какой-то и он идет по куплету там в библиотеке сэмплов каких-то мне кажется эта композиция бы кита бы разобрал бы неплохо ну да ладно пульс трекер возможно мы доберемся до него однажды и теперь мы все блогеры сейчас мы говорим как мы ее воспроизводим внутри лайвового расклада внутри концерта что там еще есть что показать дальше продолжается вот эта пауза с этим нойзом есть там иногда бывает импровизации ну когда я присылаю наверное тут происходит идет тыс 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 я твоё выражение страха и там идет за конечно и замес на куплет на так и в Просто браво происходит По плейлисту Позвучу следующую песню Он выглядит вот так Показывать не будем, а то он секретный Либо он выглядит примерно вот так Либо он выглядит примерно вот так Бывает еще на бумажке иногда Очень удобно, когда он находится в телефоне на заставке Но не всем артистам телефон удобно Когда телефон у тебя просто пишет вот здесь Ты можешь вот так вот кнуть Ага, следующая песня у нас Сильный ход А, Сид Спирс, следующая песня у нас Молотый наковальник Следующая Ролик про Сид Спирс, по-моему, у нас подходит к концу Все примерно вспомнили Замечательно, спасибо Андрею Происходит определенного рода шум Сейчас он вам еще расскажет Так, мы сразу переходим на следующее Мы с топорнем и перейдем на следующую песню В следующей серии Происходит шум Пока шум происходит Но все остальные музыканты тоже шумят Да, и переходят в новые песни Дальше мы начинаем советовать Какая же следующая песня Выбираем молот и наковальню